Рядом со мной Константин Инешин, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте. Добрый день. Я представляю Ульяновский обл.потребсоюз и приехал сюда. Ульяновский обл.потребсоюз занимается различными видами деятельности. Это и производство, и торговля, и заготовительные деятельности, сфера услуг, и вопросы, связанные с оптовой торговлей. А также мы осуществляем доставку, переработку продукции так называемых малых форм хозяйствования, куда входят и сельхозкооперативы, и фермеры, и ЛПХ, личные подсобные хозяйства, и садоводы. И на сегодняшний день мы обсуждали проблему создания в стране системы оптово-продовольственных рынков, потому что возникает интересная тенденция, что, с одной стороны, этот сектор малых форм растет и выдает уже достаточно заметный объем продукции. С другой стороны, нет системы сбыта и системы реализации этой продукции, которую делают малые формы, потому что система большого бизнеса не стыкуется с системами малого. И мы обсуждали вопросы, каким образом, при каких условиях, для чего, и как быстро мы можем такую систему установить. Получается, люди хотят натуральное, вкусное, где-то недалеко от своего дома, они находят фермера и пользуются его продукцией. При этом, при всем, мы хотим, чтобы все фермеры, мелкие, но при этом, которые выдают прекрасный продукт, могли показаться большим количеством покупателей. Покупатели могут покупать качественное, замечательное, но при этом у частного хозяйства. Да, совершенно верно, но мы еще говорим о том, что система сбыта, она должна как бы вытягивать производство фермеров. То есть, когда вы знаете, что вы можете спокойно реализовать свой товар, без лишних посредников, когда вы знаете, что вы можете планировать свой объем производства, и вас не беспокоят излишки, которые могут возникнуть, вы же понимаете, у малых форм сегодня выражаем такое, а завтра он может больше оказаться, то вы спокойно, совершенно уверенно занимаетесь своим производством, зная точно, что это попадет потребителю кратчайшим путем. И потребитель, с другой стороны, он уверен в том, что через эту систему оптовых рынков, он может всегда, и мы говорим не только про конечных потребителей, мы говорим и про производственные малые мощности, мы говорим про мелкооптовую торговлю, мы говорим про фермерские магазины, что они всегда придут и возьмут там тот объем продукции, который им необходим. Вот это мировой опыт, который уже в большинстве стран фактически присутствует, мы просто должны его на сегодняшний день инсталлировать, может быть, в нашу экономику. И та ситуация с санкциями, которая у нас сейчас оказалась, я так думаю, она ускорит этот объективный процесс. Все. Лучше не скажешь, я надеюсь, что, конечно, покупатель, как обычно, выиграет в этом. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok